Здравствуйте! Познакомлю вас с планером. Хочу все-таки показать вам его. Мне кажется, достойный представитель в моей коллекции. Иногда все кажется бессмысленным, но мало где есть сейчас смысла. Так, этот планер я не начала вести в 2022 году. И основная причина, конечно же, это начало войны в Украине. Так, пока мигает свет, вы видите разворот. И с начала войны очень многие вещи потребовали корректировки. Многие процессы в жизни. Поэтому планирование в таком классическом виде не актуально для меня сейчас. Планирование подстраиваю под себя иначе. Но планер есть. Планер красивый. И я его решила показать. Длиная обложка, золотое тиснение. Так, очень хорошо видно. Планер на 12 месяцев, две лиссе и прошивка Смита. То есть на машине Смита прострочены все странички. Обычно их собирают 8, 16, 32 и прошивают вместе. Если требуется, немножко склеивают. Планер тяжелый, грамм 700 и толстый. Хороший планер на 22-й год. Так, значит, где-то в мире идет жизнь, которая ведет этот планер. Поэтому, может быть, и хорошо его показать. Сниму уже эту обложку, которая не актуальна. Нужно ее оторвать, потому что уже его как бы и не подаришь, и не отдашь. Просто пускай будет для каких-то... Что будет получаться, то и будем делать. Значит, первый разворот информация о себе. Второй разворот – это информация о приветствии от производителя. Какой-то манифест от производителя на путстве и так далее. Графика. Графика Планера очень минималистичная и приятная. Как мне казалось в начале, что это достаточно такой, может быть, совсем современный стиль. Но вот обратите внимание, работы экспрессионистов, Пикассо, Матисс. Возможно, даже это все-таки цитирование наших старых художников. Вот Матисс голубая обнаженная. Поэтому я считаю, что графики немножко использовали эту историю. Дальше очень похожи будут на Гернику. Образы. Возможно, мне так кажется. Хотя, может, вы со мной тоже согласитесь. Разворот сразу же идет. С левой стороны пустая страничка. Предполагаю, что нам производитель оставляет место для какого-то своего творчества. Страничек очень много. Разворот на месяц выглядит так, как нравится мне, например, и удобно. В самом начале идут нататки, заметки и расписание на тыждень. Идет следующим образом. Три дня с левой стороны. Понедельник, вторник, среда. И с правой стороны. Четверг, пятница, суббота и воскресенье. Суббота и воскресенье находятся в отдельных ячейках. В этом календаре размещены колонки по пять колонок. Поэтому день, который остается подвешенным, 30 и 31 число месяца, если они идут со смещением, производитель делит пополам. Одна из зрительниц канала порекомендовала, если идет помесячное планирование, подвешенные вот эти дни, переносить в следующий месяц. Это очень удобно, очень хороший совет. Спасибо большое. Это классно, когда вот календарь или архив, например, я сейчас делаю, вот так в следующий месяц перенести, когда месяц идет за месяцем. Здесь, конечно, у них внутри самого блока между месяцами четыре недели, и еще у каждой недели есть место перед планированием недели и для заметок. Поэтому очень большой промежуток между месяцами получается. У каждой недели, опять же, есть чистый листик и целеполагание на неделю, задачи, встречи, возможно, и так далее. Разворот на неделю. Что мне здесь нравится? Он очень такой широкий, много места, чтобы размахнуться, но нету разлиновки. Нету разлиновки. Если у вас аккуратный почерк, и не ползет он вверх или вниз, конечно, вам будет удобно. Если почерк размашистый или почерк такой все время куда-то уводит его, то здесь будет сложно. Но ничего, если немного дел, то, конечно же, суббота-воскресенье в отдельных колонках выделены цветом. В конце недели есть страницы для записей, которые можно использовать для джорнелинга, для ведения дневника или записи о встречах. Например, митинг был, вы записали. И так на каждую неделю, в конце каждого месяца есть небольшой такой вот summary. Так, пролистаю. У каждого листика есть окантовка. Мне кажется, графика очень символичная, очень красивая, очень минималистичная. Ну вот, наверное, да, вот март, посмотрите. Мне кажется, вот здесь тоже есть такие элементы от герники. Как-то авторы угадали. Или просто это наш мозг уже начинает видеть какие-то немножко пугающие знаки. Март. Значит, в марте у нас вы видите цифры и маленькая надпись, а в апреле, наоборот, большими буквами указан апрель. Май уже чуть-чуть добавили нам цвета немножко. Я пока листаю. Хотела бы сказать, что если у вас есть необходимость носить этот планер с собой в офис, то он выглядит очень-очень прилично, очень минималистично, стильно и так далее. И, по крайней мере, он не требует дополнительных каких-то украшательств. Если вы, наоборот, любите украшать свои планеры, добавлять свое какое-то творчество, то обратите внимание, что он как чистый лист. По сути, это чистый лист, на котором можно развернуться. Он примет в себя абсолютно разные ваши творчества или ваши привычки, ведения. Плюс очень много листов. Там можно все что угодно добавить. Также здесь предлагаются табы. Так как очень много, опять же, повторюсь, листов, мне, конечно, было бы удобно сделать самоклеящимися табами выделение месяцев и сразу видеть их. легко переходить с одного месяца в другой. Карман отделан длинной тканью, которая пропитана какой-то защитным такой средством. Планер очень красивый, великолепный. Мне он очень нравится. Резинка чуть-чуть выделяется цветом, очень широкая. Еще раз скажу, мне кажется, что он грамм 700 весит. Такой тяжелый, увесистый планер. Но зато здесь можно и джорнелинг вести, и вести записи 3 сантиметра, да. И планирование, и ежемесячное планирование. Так что, по крайней мере, очень много в одном месте можно вести записей. Я приобретала его в 2021 году. Не помню, в каком месяце, как только, наверное, они вышли. В 2020 году мне впервые попалась эта компания. Так, компания у нас называется Wet n' Delight. И вот у этой компании я приобрела просто обычную записную книжку, линейку, петелечку я приклеила сама. Записная книжка очень красивая. Мне понравилось оформление. Одно лисе, и здесь проклейка. Обратите внимание, что в этой книге, в записной книжке проклейка, листов, не прошивка, как в планере. планер, конечно, он надежный, прямо супернадежный. И золотое фольгирование, обреза бумаги по всему периметру. Кремовая бумага. В планере бумага белая, в записной книжке кремовая. И точно так же, как в планере, очень тонкая линовка, очень тонкая разметка. Она не рябит в глазах, не напрягает. Расстояние между линиями, так как мне нравится, 0,5, это гарвардское расстояние, студенческое, не для школьников. Потому что для школьников обычно дается от 6 до 7 миллиметров расстояние, чтобы они там каракули свои писали. Вот, так что познакомила я вас с планером и познакомила я вас с записной книжкой. Вот так выглядит. Можете посмотреть, что у них на сайте еще есть. Так называется компания With and the Light. Я не помню, из какой она страны, но не знаю, даже приблизительно. Возможно, Канада. Не могу точно сказать. Я думаю, там все найдете. Так что планируйте, планируйте шаг за шагом, пробуйте, делайте какие-то маленькие заделы на будущее обязательно. Спасибо большое.